Ислам проник в эти места В то время на Балканах было распространено христианское течение павликианства. Его последователи сами считали себя своего рода фундаменталистами, а церковь объявила их еретиками. Своей целью они называли сохранение исконной чистоты христианства, очищение его от всех элементов язычества и идолопоклонства, притесняемые официальным христианским духовенством, павликиане практически все время были вынуждены отстаивать свои права, в том числе и путем силы. Ситуация изменилась с приходом турок. Вчерашние гонимые религиозные диссиденты попали под защиту мусульман, так как для ислама все христиане, вне зависимости от направления, являются людьми писаний. По мере роста числа последователей ислама и числа местного населения пропорционально на Балканах сокращалось количество павликиан. К концу 19 века представителей этого течения практически не осталось. Думаю, нетрудно догадаться, куда они делись. Все группы мусульман этого региона, кроме оставшихся на Балканах этнических турок и крохотных групп крымских татар, разговаривают на том же языке, что и другие жители их родных стран. Так язык болгар-мусульман представляет собой старинное болгарское наречие. Причем отличия в нюансах у различных локальных групп самих мусульман больше, чем между мусульманами и христианами, живущими по соседству. Вторым, но не менее весомым доказательством служит исчезновение в османских записях плательщиков джизи, порой целыми деревнями. То есть факт перехода в ислам бывших христиан зафиксирован документально. Тут некоторые историки не в силах доказать чуждое этническое происхождение балканских мусульман. Начинают утверждать, что принятие ислама объясняется как раз нежеланием нести особую финансовую повинность. Иными словами, обвиняют своих соплеменников в предательстве и продаже веры. Вот только мусульмане тоже не освобождались от налогов. Значит, и эта версия выглядит, мягко говоря, сомнительно. Активного празелитизма османские власти на Балканах, как известно, не вели. Подобного крещению, скажем, народов по Волжи и Уралу в Российской империи. Или насильственного обращения мусульман и евреев в христианство в Испании после реконкисты не было. Численность мусульман Болгарии составляет по разным оценкам от 10 до 20% от общего числа населения. Во многих городах страны, включая столицу Софию, можно увидеть большие и красивые мечети, из которых раздается азан, собирающий верующих на молитву. Являясь меньшинством, мусульмане Болгарии пережили немало трудных дней с уходом османов в конце 19 века. Со стороны властей нового независимого государства были проведены акции по насильственному крещению, что только накалило обстановку, не принеся инициаторам репрессивной кампании желаемых результатов.